Светлые, безопасные и комфортные подъезды Здесь ремонтные работы в некоторых подъездах еще продолжаются Например, в первом уже покрасили стены, установили сенсорные светильники и частично заменили напольную плитку Чуть позже здесь покрасят входную дверь, а также повесят новые почтовые ящики Сейчас как раз период, когда жители получают квитанции, поэтому не стали демонтироваться, оставили почтовые ящики, которые старые были Поэтому сейчас все заберут свои платежные документы и мы будем их демонтировать, повесим новые Ну и хотим все-таки пыльные работы закончить, чтобы не скапливалось внутри почтовых ящиков Мы получаем возможность приступать к работам Это и выбор цвета стен, и все остальные работы по уборке всех кабелей в короба По замене почтовых ящиков, входной группы, освещение Все работы выполняются после согласования с жителями А в четвертом подъезде работы пока продолжаются Красят стены в персиковый цвет, трубы, приводят в порядок потолки Здесь Евгений Боришевский отметил необходимость установки удобного пандуса на первом этаже Знаете, какой есть? Не обязательно, как вы говорите, а вот он лежит так, и половина складывается Такой, как вариант, да, можно Смотрите, потому что здесь сейчас не пройдешь Я не представляю, как здесь ходят с колясками От колясок? Вопросов у жителей Это невозможно Вопрос о наличии мусоропровода был затронут во время осмотра одного из подъездов на Некрасово-7, где уже завершена покраска стен, заменены светильники на сенсорные и энергосберегающие, установлены новые почтовые ящики В то же время, пока не все жители готовы постоянно выносить мусор на контейнерной площадке Здесь тоже мусоропровод, да? Да Или что, они не хотят избавляться? Пока не А что для этого необходимо? Протоколку, пожалуйста, собрать Желаний не хватает? Ну, ссылаются на то, что пожилые, далеко носить, неудобно Ну, по возможности мы, конечно, завариваем Мы, как и вся страна, идем к раздельному сбору мусора На сегодняшний день это два мусорных бака для отходов сухих или твердых бытовых отходов и для органики Конечно же, при наличии мусоропровода эту программу выполнить невозможно, а значит, мы не сможем раздельно собирать мусор Заваривание мусоропровода – это избавление от неприятного запаха, уменьшение количества крыс, на которых часто жалуются лобнинцы И, наконец, возможность грамотно осуществлять раздельный сбор мусора, а значит, заботиться об окружающей среде На сегодняшний день мы находимся на хорошем уровне готовности Я уверен, что практически 100% подъездов, запланированных на этот год, будет реализовано Напомним, в этом году в Лобне в рамках программы «Мой подъезд» отремонтируют 213 подъездов В 63 из них ремонт будет проведен при софинансировании из бюджета Московской области Екатерина Детловская, Сергей Мельников, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания Лобня